Девушки отдыхают Как он должен заводиться на холодную Это вот Honda Elite Ему 5 лет Здесь в России человек аккуратно пользуется Пластик еще родной Вот как вот он должен заводиться На холодную То есть вот я трогаю, да, видно, что холодная Глушитель Потому что на горячую скутер может заводиться Получше А на холодную Все у него косяки Будут видны Включаем зажигание Нажимаем тормоз Фонарь у нас должен гореть С одной ручки И с другой ручки Заводим Вот именно так Никак больше Он должен заводиться Только поршневая сработала Он должен завестись На данном скутере Девять с половиной очков По мануалу написано Где-то десять с половиной Там должно быть Килограмм Замерил я компрессию Поменял свечку Вот за четыре года Сейчас пошел уже пятый сезон Вот он так должен заводиться Человек приезжал на ТО Я посмотрел ремешок Залил масло Залил тормозную жидкость Новую свежую Потому что здесь ее вообще никто не менял Там она аж оранжевая уже стала Когда желтая Ремонтировал спидометр Одометр Он у него не работал Выставил ему на ноль Пускай у него будет Так С этого момента Он будет считать свой период Одна нить работает Да, мне короче Лоу не работает Скутер уже падал неоднократно Вот здесь видно Ну вот повторюсь Чтобы проверить элементарно двигатель Стоят ли там китайские запчасти Еще либо какие Если человек вам говорит Да у меня нет аккумулятора Да вы поставьте аккумулятор Да все будет окей Вот Да ничего не будет окей Подходите и заводите Вот он на горячую допустим Он прогрелся Обороты у него упали Заглушаем Заглушили двигатель Заводим Вот как то так Ну Можно чуть дольше Чтобы он покрутил Но не так Чтобы вы нажали при проверке Когда покупаете скутер И жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу Что там такое бензин куда он накачивает его там все нормально ничего там качать не надо все там должно работать сразу компрессия повторюсь 10 половиной должно быть сейчас осталось девять с половиной вот так как-то у нас тут местные охранники ходят один местный охранник второй местной охране и даже вот когда вы если приобретете скутер он у вас так прекрасно все заводился ездить он должен конечно же ложить стрелку 60 65 если у вас не едет заводится он прекрасно едет километров 40 45 то это точно ремонт настройки вариаторы ремень и т.д. и т.п. вот смотрим что здесь у нас вот так вот здесь все ужасно это все мыть и продувать вот такой то у нас бендикс мыть продувать это honda elite полтинник который но здесь то что маленько посинело от температуры это ничего страшного можно в принципе снять посмотреть какие щеки здесь какая выработка здесь осмотреть вариатор но самое первое это конечно же у нас ремень ремень и вот так вот выглядит он уже уже подсох даже вот такой сухой ремень он очень гибкий очень гибкий и мягкий вот это говорит о том что ремень стоит фирменный если возьмете в магазине китайский он будет жесткий у нас квадратом здесь будет стоять такие ремни плохо ходят либо не ходит вообще поэтому на honda я бы рекомендовал все-таки заказать или купите сесть в магазине где-то еще фирменный хороший дорогой сюда ремешок но этот ремешок под замену он уже просох и видим как он стал такой ремень под замену вот с таким ремнем с таким вариатором 45 километров в час ну вот как то так кто выбирает скутер возможно вам эта информация поможет не факт конечно что максималка 45 именно будет из-за вариатора но в основном передачное число и скорость у нас делает вариатор то есть если скутер прекрасно набирает обороты заводится прекрасно но ездит 40 45 километров в час тупит это значит вам ребята вот сюда но остальное показывать ничего не буду этого полно всего в ю тубе эта информация небольшая для тех кто именно хотел приобрести либо приобретает где-то скутер все всем спасибо спасибо а